Страх смерти Страх смерти Страх смерти Здесь можно разделить в идеологии этой проблемы в принципе три основных компонента, что же люди на самом деле имеют в виду наши клиенты под страхом смерти. Первый вариант это страх неизвестности, как мы называем это в экзистенциальном направлении. Это страх того, что вы не знаете, что будет после смерти, это страх какого-то наказания, это страх неизвестности в целом, что там будет происходить. Второй вариант страха смерти в невротических расстройствах это страх за то, что вы не успеете реализовать те дела и те амбиции, которые вы запланировали. И третий вариант страха смерти в невротических расстройствах это то, что вы собственной смертью причините боль и страдания близким вам людям. Знакомо? Подумайте об этом. Если говорить о страхе смерти за близких нам людей, то эта история примерно такая. Первое. Первый вариант. Я этого не вынесу, потому что такого быть не должно, и это вообще недопустимо, просто по определению. Второе. Я с этим не смогу справиться, и я не смогу с этим жить, потому что я не знаю, собственно говоря, как жить без этой поддержки, я не знаю, как жить без этих людей. Вот, собственно говоря, основные компоненты страха смерти в изучении моих клиентов, в изучении многочисленных историй невротических расстройств. Что же нужно делать? И что же прежде всего подвергается психотерапии в кабинете психотерапевта, когда мы говорим и когда мы видим именно такую проблему? Запомните одну простую вещь. Вами управляет то, чего вы не можете допустить. Это очень важно для вашего понимания. То есть вся концентрация психотерапевтического диалога и размышления с пациентом будет касаться о том, а действительно ли ты не сможешь это принять, и действительно ли ты не сможешь с этим справиться. Здесь очень важно понять некоторые тонкости. Прежде всего вы должны понимать, что если вы нашли в себе страх смерти, что вы не успеете реализовать определенный план и определенные запланированные истории, у вас начнутся симптомы примерно такого характера. А вдруг я сойду с ума, а вдруг я заболею неизлечимой болезнью и не успею сделать запланированное. И вы это настолько не можете принять и допустить, что это и вызывает ту самую теологическую проблему в ваших переживаниях. А ваши проявления вегетативные и прочее, как вам кажется, доказывают, что вы вот-вот сыграете в ящик и не успеете сделать то, что вы хотите. Терапия, научиться с помощью когнитивного терапевта допускать. Сейчас мы об этом поговорим. Если вы говорите о том, что вы собственной смертью причините боли и страдания близким, то же самое. Мы будем сейчас об этом говорить. Мы должны научиться допускать то, что действительно может случиться. Давайте поговорим об этом более глубоко и более детально. Нам не управляет то, что вы не можете допустить. Проще говоря, если мой пациент говорит «нет, я этого не вынесу», «нет, такого быть не должно», вот это иррациональное воззрение и будет вами управлять. И все ваши фобии, а вдруг это, а вдруг то, они будут вас приводить логически к тому, что вы либо не успеете, либо вы причините кому-то вред, либо вы просто-напросто не сможете жить без этой ситуации. И там, и там, и там я буду работать в концепции философской когнитивной психотерапии, а действительно ли этого не может произойти. Что же касается людей, которые не могут принять собственную смерть, потому что они не реализуют планы и амбиции, это история к неврастении. Я должен все реализовать, иначе я. Мы будем все равно работать над историей, что да, ты будешь стремиться, да, ты будешь пробовать, да, ты будешь действовать, но если так произойдет, такое может произойти. Вот почему люди не допускают таких вариантов развития событий? Потому что их убеждение, что они должны во что бы то ни стало, реализовать все поставленные задачи. И страх смерти их останавливает. И вот здесь шизофрения, болезни, самочувствие, как бы вклинивается, как препятствие к реализации главной цели и главной амбиции, и вот тут начинаются все невротические переживания и надумывания. В неврастении, в ОКР и так далее. Понятно? А теперь к фактам. Надеюсь, что все люди здравы и прекрасно понимают, что вы обманываете себя в большинстве случаев. Правда заключается в том, что ты по-любому умрешь. Я и ты и наши родственники. Это априорный факт, который от нас не зависит. Хотим мы этого или не хотим, допускаем или нет. Это случится. И это правда. Вопрос только когда. И если вы будете жить иллюзией, что это не случится, что этого не может быть, что этого не произойдет, вы делаете себе динамит, закладываете себе такой динамит внутрь, что когда это произойдет, рванет не по-детски. И это будет реактивная депрессия. Соответственно, вся интервенция психотерапевтическая заключается в том, чтобы научиться размышлять, а действительно ли это не произойдет. Нет, это произойдет. А действительно ли я могу на это повлиять? Нет, я не могу на это повлиять. А как я буду жить после этого? Или как я буду к этому относиться, мы еще говорим. То есть все психотерапевтические концепции о страхе смерти за собственную жизнь, за то, что вы не успеете что-то реализовать, или за то, что вы причините кому-то боль, будет сводиться к тому, что да, действительно я умру. Да, действительно я могу не успеть. Да, действительно это правда. Это, конечно, расстраивает, это неприятно, это, как говорится, жаль, но такое может произойти. То есть диспутирование будет исходить из концепции, да, такое может произойти. Если вы это научитесь понимать и принимать, вам будет гораздо проще выстраивать дальше вашу терапию. По поводу смерти близких окружающих. Если клиент в терапии, мы видим, что клиент говорит, я не выдержу, я не вынесу, и я не смогу больше жить без этих людей. Здесь мы говорим про нарушенные границы, здесь мы говорим про опору, про поддержку, потому что вы опираетесь на этих людей. В этиологии этой проблемы заключается отсутствие собственного мнения, отсутствие способности принимать решения, отсутствие способности опираться на собственные ноги психотеологическим языком. То есть вы делегировали этим людям выбор, ответственность, прочие обстоятельства жизни. И если они якобы умрут, то вы, естественно, теряете поддержку. Здесь психотерапевтическая интервенция заключается в том, что мне нужно научить человека стоять уверенно на собственных ногах, без такой сильной опоры на этих близких людей. Если с ними что-то случится, мой клиент, конечно, будет переживать, это будет горе, но он сможет это выдержать и пойти дальше. Поняли логику? Допускать и научиться двигаться дальше. Допускать и научиться двигаться дальше. То же самое касается смерти близких и так далее и тому подобное. Я надеюсь, вы сегодня коротко и ясно поняли, что кроется в психотерапевтическом кабинете за страхом смерти. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите следующие ролики, они будут очень полезны и информативны. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok